Коллектив Латгальской центральной библиотеки не перестает покорять новые информационные высоты. Сбором и обобщением сведений здесь занимались всегда. В последние годы в поле зрения попала информация, касающаяся краеведения. И в частности, история четырех латгальских праздников песни за период с 1940 по 2010 годы, когда в Дагубес отмечалось 70-летие праздника. Тогда-то впервые возникла идея собрать и дигитализировать исторические материалы о главном музыкальном празднике региона. Был конкурс у фонда культурного капитала, конкурс проектов по латгальской культурной программе. Библиотека подала проект, и проект был одобрен, получил финансовую поддержку. И в октябре прошлого года мы активно начали заниматься сбором и систематизацией информации. В поисках материалов работники библиотеки ездили во многие города Латгалии. Учреждения, архивы изучали частные коллекции, собирали свидетельства очевидцев и участников исторических событий. Среди них и прославленная Терезия Брока. Она дирижировала на всех латгальских праздниках песни. Но особенно запомнилась ей вселатвийский праздник 1990 года, первого года восстановленной независимости страны. На нем она дебютировала в качестве главного дирижера. Известие о назначении привело ее в настоящий трепет. Я пришла домой, я плакала. Дочь мне говорит, что случилось, что с тобой, что ты потеряла, что-то. Я говорю, нет, меня выбрали главным дирижером. Она говорит, ты радуйся, мама. Я говорю, я не знаю, я не смогу включиться, может быть, в этот коллектив. И этот 20-й праздник песни, который мне здесь висели, был очень удачный. Мне даже надо было повторить одну песню. То есть повторить одну песню на этом празднике, что это очень редко, когда случается. Собранная база данных выглядит не менее эмоционально. Она включает видеофильм, фотогалерею, воспоминания организаторов, режиссеров, композиторов. Как признаются составители, работа над проектом далась непросто. Сегодня мы презентуем результат девяти месяцев. У нас, как мы говорим, родился такой новый ребенок, которого мы сегодня выпускаем свет, предоставляем, так сказать, внимание публике. И, конечно, нам очень приятно, что информации по данной теме оказалось очень много. Мы даже не ожидали, что нам будет так сложно работать, потому что информация даже в чем-то и противоречивая. Много людей помнят события по-своему. Особенно по 40-му году информации, так сказать, было и много, и в то же самое время собрать ее и как-то отвечать за ее достоверность, наверное, было довольно нам проблематично. Главный язык интернет-ресурсы латышский, но основная информация продублирована на латгальский и русский. Так что он доступен всем, кто на профессиональном или любительском уровне занимается хоровым пением. В будущем создатели ресурса планируют сделать акцент именно на хоры, их участников, дирижеров, композиторов. Ведь пока не удалось отыскать документально подтвержденную информацию, когда хор был основан или распался, каким был репертуар, в чьей обработке исполнялись песни. Так что сейчас положено только начало большой и кропотливой работе. Продолжение следует...